Это последовательность наших действий, как быстро мы организуемся и примем решения, организуемся для реализации этих решений. Сегодня весь мир борется за одно, за вакцину и за эффективность кампании вакцинации своего населения. И за второе, за то, чтобы им предоставить достаточно экономических мер, чтобы люди как можно легче прошли через это или облегчить тот экономический импакт, который собой подразумевает эта пандемия. Или меры ограничительные, которые устанавливает государство. Вот этими двумя вопросами занимаются все. Проследите за тем, что происходит в Европе, в Европейском Союзе, в Великобритании, в Соединенных Штатах. Посмотрите даже в России, что происходит. Посмотрите в Израиле, который для нас всех стал настоящим примером, как надо к этому подходить и каким образом надо решать вопросы. Сейчас у нас есть эти две проблемы. Первое, вакцинация, широкая кампания вакцинации, которым государство должно обеспечить все свои граждане. Для чего? Чтобы укоротить время, когда экономика будет стоять в таком предсонном состоянии. И два, экономические меры и стимулы, которые правительство должно прийти к экономическим агентам, к экономическому процессу в общем, для того, чтобы перезапустить или запустить все экономические механизмы. И все процессы купли-продажи, инвестиционные и так далее и тому подобное. Ну, конечно, задействуя в этом и национальный банк, и всю финансовую систему. Тут очень серьезные вопросы и механизмы, которые абсолютно не работают. Что для этого нужно? Конечно, нужно компетентное правительство, конечно, нужно понимание в парламенте, конечно, вообще не нужен конфликт институционный. Продолжение следует...